Давайте еще немножечко попугаем. Каковы последствия, вот вкратце, если вот перечислить? Последствия, ну если мы будем говорить о детях в основном, да, в общем-то алкоголь, он негативно воздействует абсолютно на все органы и системы. Возьмем желудочно-кишечный тракт, это гастриты, это язвы, проблемы связанные с печенью, да, проблемы связанные с поджелудочной железой, проблемы связанные с репродуктивной функцией молодых людей. И, в общем-то, практически на все, наверное, да? Абсолютно на все органы и системы. Дело в том, что в силу того, что у подростков организм молодой, он борется, и вот эти проявления этих заболеваний, они, в общем-то, не проявляются в столь раннем возрасте. Они скажутся, в общем-то, в более, так скажем, в среднем возрасте, с 30 лет, они будут давать о себе знать. Просто надо знать, что изначально ростки этого заболевания могут находиться вот в раннем возрасте, в тот период, когда начали употреблять алкоголь. У нас есть еще один звонок, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алексей. Очень приятно, ваш вопрос. Я хотел поговорить насчет семьи, вот, как сидят в культурном обществе, вот, ну, праздники, там, что люди поупивают, и дети тут, когда с ними они смотрят, ну, так сидят, упивают. Ну, что, вот, зачем... Пожалуйста, коротко сформулируйте, у нас не так много времени. Вот, я хочу, чтобы они, ну, не смотрели на все это алкоголизм, как, на стоп-культурное, чтобы сидели, да. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, вот, на самом деле, в семье это уже, ну, практически принятым считается. Ну, часто встречающимся застолье сопровождаются обязательно слабым, но алкоголем. Там, хотя бы рюмочка, не рюмочка, хотя бы бокальчик вина, вроде как это не пугающе, а на самом деле же это влияет. Вы сами сейчас сказали, да, это в обществе считается принятым. Ну, оно так и есть, да. В общем-то, желательно, конечно, чтобы и ребенок не видел этого, потому что личность его формируется изначально в семье. То, как ведут себя родители. Они это все видят, они как губка это все впитывают. В конечном итоге во взрослой жизни они будут делать то же самое, что делают их родители. В более, так скажем, возраст, когда постарше, когда с ними уже можно поговорить, им все объяснить, нужно в доступной форме объяснить, что это, почему это. Надо не терять взаимообщение с ребенком. Вот эта вот связь, которая, в общем-то, нарушена. У нас, ну, взрослые люди, заняты работой, зарабатываем денег, и дети в основном предоставлены сами себе и воспитываются улицы. Так вот, надо, чтобы они с информацией уже были на улице, чтобы не воспитывала их улица. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень мало времени, пожалуйста, коротко вопрос. Я бы хотел сказать, вот, все от власти зависит. За кого проголосовали, за то и нарвались. При коммунистах бы такого не было, я думаю. Ну, на самом деле же, государство тоже должно поддерживать профилактику алкоголизма детского особенно. Каким образом это можно сделать? Какие меры? Ну, в общем-то, меры, надо, если говорить о профилактике, то надо начинать в первую очередь с семьи. Ребенок родился, он начал жить в семье. Профилактика должна идти в семье, ну, как уже это было, да, сказано. В дальнейшем ребенок попадает в школу. Профилактика должна идти на уровне школы. Профилактика должна идти со стороны государства. Какими способами это все будет достигнуто, надо работать. Надо законопроекты, законодательные инициативы какие-то должны быть. На данный момент сейчас вот введен у нас запрет временной, да, так скажем, с 11 до 8 утра запрещено продавать алкоголь. Но в то же время у нас есть закон о запрете продажи спиртной продукции лицами достигшего 17-летнего возраста. Однако, когда разговариваешь с подростками, они все самостоятельно берут в магазине, в точках торговых алкоголей, им продают. То есть за этим очень внимательно нужно... Наверное, уже надо говорить не только о том, на каком уровне государство, но и о нашей гражданственной ответственности. Спасибо большое, Андрей. Я напомню, что сегодня мы говорили о проблеме подросткового алкоголизма. А следующий случай из практики вы увидите завтра в 16.00 на телеканале Юрген. Гость эфира – акушер-гинеколог Елена Малыгина. А я прощаюсь с вами. Берегите себя. До встречи.